Говорят, что танго нельзя любить наполовину. Обычно тот, кто увлеченным, погружен в танец целиком и полностью. При этом неважно, какой дорогой он к этому пришел. В начальной школе я начал танцевать больные танцы. И так получилось, что попал в компанию Gala Dance, где, собственно, и начал танцевать аргентинское танго. Это было 10 лет назад. А углубляться я начал после того, как, естественно, как обычно это бывает, женщина меня увлекла. Я танцевала разные направления. Я закончила хореографическое училище. И все-таки танцевать в паре – это намного приятнее. Но для меня это самое приятное танцевание, я считаю. Мастер-классы в танцевальном клубе Gala Dance Riverside представляют звездные гости. На счету у Дмитрия Исагдианы победы в престижных профессиональных конкурсах. Но могу вам сказать так, что предела абсолютно точно нет. И я уверен, что в 94 я, наверное, тоже буду танцевать танго. И буду продолжать открывать для себя какие-то новые хитрые вещи. И мне будет казаться, что, наверное, мой шаг несовершенен. Можно добиться большей флюидности, большей мягкости в шаге или чего-то еще. Процесс обучения – это отдельная тема. Не менее интересная, чем сами выступления. Скажу вам так, во-первых, сама суть танго – танцевать с любым партнером. То есть как бы танцевать не только со своим партнером, а танцевать в принципе с любым партнером. Поэтому, на мой взгляд, лучше заниматься с разными преподавателями, искать, так сказать, свое танго. В аргентинском танго я новичок. Для меня любая информация, она ценна и нова. Но сегодня мы особо вот уделили, первый раз очень серьезно, это музыкальности. В аргентинском танго, именно как именно в паре, вообще дыхание, вообще намерение, чувство ритма, вообще. Какой человек, такой и танго. И это очень интересно, потому что личностей очень много, стран очень много, воспитанные, так сказать, людей очень по-разному. Кеммунитет людей разных. Аргентинцы танцуют, они такие достаточно теплые, открытые, отзывчивые. Иногда, конечно, не всегда, может быть, с хорошим посылом, так сказать. Но все-таки очень приветливые, поэтому объятие, то есть то, что важно как раз в аргентинском танго, оно очень открытое, дружелюбное, приветственное. И тоже это, в этом есть какая-то настоящая эмоция. Настоящее танго, оно разное, как отношения мужчины и женщины. И, наверное, поэтому эта национальная история стала интернациональной.